Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 31 мая. Страдание святого мученика-философа. Этот святой мученик Христос-философ происходил из окрестностей города Александрии. О нем, равно и о том, как он совершил свой мученический подвиг, сообщил великий в иноках Антоний. Здесь, разумеется, преподобный Антоний великий, основатель отшельничества и иночества в Египте. Память его празднуется 17 января. Был прекраснейший сад, полный всяких многоцветных и благоуханных растений. В этом саду поставлена была для мучения роскошно украшенная постель, и на нее положен был спать связанный по рукам и по ногам этот святой мученик-философ. Слыша от пришедшей к нему блудной жены соблазнительные и бесстыдные слова, доблестный мученик снижил свои глаза, чтобы не смотреть на нее. Но вверх и ушей он не мог закрыть. Он был связан, а потому и не мог ничего для этого сделать. Тогда он поступил так, кусая зубами язык свой и нанося себе этим сильную боль. Он от боли не слышал того, что внушала ему бесстыдная жена. А так как не имел возможности закрыть себе ноздри, то мочил своим окороанным языком нечистую постель, сильно окровавил свою одежду и остался таким образом невредимым от искушения. Такой подвиг совершил доблественный мученик, но не покорился мучителю. После этого ему отсекли голову в 252 году, и он вечно веселится на небесах. Сказания о подвиге святого мученика философа более подробно и вразумительно рассказывается в житии преподобного Павла Сивейского в память его 15 января. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok